Дорогие друзья, сразу хочу сказать, 18+, это однозначно, потому что, вот серьезно, сегодня вы увидите всевозможные болезни, начиная от венерических, заканчивая ампутационными. Собственно, сегодня очередной выпуск тату в необычном месте, и мы сегодня в гараже, а как вы думаете, у кого? Здорово, здорово, чуваки! Дорогие, сегодня вы в первый раз увидите, как делается действительно трэшовая тату, я буду сидеть, стряхивать ему пепел вместо вазелина, ну и так далее, в общем, я надеюсь, вам понравится. Честно, даже для меня это пиздец, и как бы я считаю, что все тату-сообщества, увидев это видео, скажут, бомбер, ты ебанутый. Да, друзья, это правда. Скажи мне, почему ты вписался, ты же вроде нормальный мужик, в прошлое видео ты пришел, у тебя появились даже некие поклонники, которые сказали, единственный, говорит, здравый чувак у тебя на канале. Так вот эти нездравые некоторые, нездравые поклонники, байкер, все придумано, вот байк, вот мой гараж, вот здесь я балдею, вот и поэтому я вас сюда зазвал бы. Я надеюсь, это переводил, потому что тут написано что-то на китайском. Пахнет бензином. Пахнет вообще этим. С листом для снятия лака. Да, да, да. Бля, это оно и есть, походу. Бля, это оно и есть, походу. Трансфер, паттерн, трансфер, ойл. А есть у тебя дезодорант? Не, а Old Spice надо. Да где же я тебе ее возьму? Только вот. Тебе побрызгать под мышками, что-то. Да я только с дачи воняю. Пиздец. Фу, блин. О-о-о-о. Опа! Эврика! Слушай, тут возникает вопрос. Почему именно вот этот скелетон непонятный? Причем улыбающийся, но обычно типа байкеры все-таки делают такие штуки, ну типа там череп какой-то там злой, озлобленный какой-нибудь. Да это такой, а-а-а-а, такой типа лапдутый скелетон. Я не знаю, как совместить это два слова. Пираты и байкеры. Есть же что-то какое-то родоначальное одно какое-то. Так вот, веселый Роджер. Не знаю, мне просто нравится. Я смотрел картинки. Сам себе, кстати, выбрал. Дай сигаретку. Слушайте, анекдот от Ивана. От меня. Вот. Наташа Ростова с мамой скачут такие на бал в карете. Ты думаешь, мои подписчики знают, кто такая Наташа Ростова? Ну да, в принципе, эти сопляки, ну все равно некоторые есть постарше. Ладно, хер с ним с анекдотом, ты мне лучше другое расскажи. Вот как ты вообще в принципе, а ты вот ну как бы человек взрослый, человек уже жизнь повидавший, у тебя там свои есть уже эти личинки человеческие, ну дети там, не знаю, как их кто называет. В общем, вот как ты относишься к каналу, к контенту, к моим там подписчикам, к комментариям, просто вот про твой выпуск там как бы не только лишь хорошие комментарии были. Да эти говна подписчики, которые пишут чухню, им еще по 12 лет, наверное, и я на их внимание не обращаю. Что я могу рассказать? Как я попал в мото движение? Я не в мото движение попал, я вернулся в него. В старые времена я ездил, там мопед, хренет, мотоциклы маленькие, Урал, потом что-то резко все прекратилось, я ни на чем не ездил. Меня сподвиг мой отпрыск, как ты говоришь, личинка. У него перед армией была Ямаха Ортезия, которую угнали. Угнали печально, он ушел в армию, я думал перебеситься. Он пришел, мы стали ему подбирать другой мотоцикл. У меня тут друг всплыл, там друг всплыл. Ваня, бери, вот он твой мотоцикл, вот берем. И в каком-то мае 14-13 года, 13-го года я купил себе другой мотоцикл. Ты что? Почитаешь потом. Нахрен, они мне нужны, меня машина не интересует. Плейбай опять ему принесли. Я тут кем-то разговариваю. На своей этой штуке лежит, тут читает, короче, что левый, то вроде... Нас что, перебили или все заново не тянули? Еще в двух словах, короче, могу сказать. Счастье купить невозможно. Можно купить мотоцикл, это и есть счастье. И в ебенице, в нем как я, собственно. Теперь одна нога, короче, другой на 5 сантиметров. Ставятся вот такие вот стельки, высокие только лишь кеды. В общем, мотоцикл это классно. Но потом еще можно полтора-два года полежать и встать. А можно вообще не встать. А еще есть дохера, которых закопали. Вот я часто смотрю, у нас есть паблик Тольятти называется. Но в каждом городе есть такая дерьмушка. Так вот, у нас как бы вот эти вот чувачки, которые хрустиками называются. Вот, так же как и вот эти чаперисты, анонисты, блять. Через день, нахуй, через день сезон открыли, все, блять. Бум-бум-бум-бум. То въебался, то обосрался. Хруст, мясо, фарши, доноры, блять. Был Леха, стал Лепеха. Ерунда, надо с башкой ездить. Ну, собственно, опять обращаюсь к вам. Ну, немножко охуевая. Я говорю, чувак, дай мне, говорю, что-нибудь, чем можно, ну, типа, стереть. Мы же все-таки в таких, вон, облокотившись на мопед делаем. Вот. Так вот, он не дает очиститель для стекол, блять. На имке, блять. Я их фаром промываю, блять. Чиститель, там вода. Не щипет? Нет. А что? А должно? Ну, блять, так, давай. Да ну, брызгай прям. Футить тебе надо. Ты знаешь, не каждый день, бля, наколки хуяров в гараже, блять. В общем, дорогие друзья, я думаю, что смешно получилось. Вот, получился такой скелетон. Веселый Роджер. Вот, имейте в виду, что, как бы, выпуск это полностью постановка. На самом деле, все стерильно. Мы находимся в идеальной студии, как бы, вот, здесь все очень чисто. Идеально вымытый пол, там, сигареты. Хотите, я белыми носками пройдусь по полу? И они станут черными, не суть. В общем, ладно, друзья, не забываем ставить лайки, если вам понравилось. Пишите в комментариях, если хотите еще раз увидеть этого бородатого. Вот, и, кстати, это же, опять же, напомним, новое шоу. Поэтому, ваше предложение, в каком бы месте вы еще хотели увидеть, там, я не знаю, кладбище, церковь, там, не знаю, хоть супермаркет, хоть окей, миндаль, хоть на жопе обезьяны внутри. В общем, всех люблю, всех целую, лайк, подписка, пока! А когда-ка вы ко мне пришли, я вам сразу сказал, развиваться, развиваться.